Добрый день, уважаемая Рашидова Хидина, глупоуважаемые коллеги. Как мужчина, у вас меньше всех времени. Разрешите остановиться на наиболее болезненных вопросах в реальной клинической практике. Я хотел бы пройтись по клиническому случаю и, наверное, на примере его отметить все эти сложности, которые нам приходилось решать. Пациент достаточно молодой, 48 лет. В 2017 году у него был поставлен диагноз, вы видите данные КТ, довольно крупное образование почки, с инвазией в почечную и нижнюю полувену, формированием тромба, образование правого надпочечника, забрюшинная лимфоденопатия и множественное чаговое образование легких. Тогда же ему была выполнена довольно большая операция, нефрактомия, тромбоктомия из нижней полувены с резекцией стенки полувены и получили гистологически светлоклеточную почечноклеточную карциному G3 Performance с метастазом в надпочечник. На данном слайде вы видите, у него множественные мелкие очаги по всем полям легких. И таким образом у нас есть пациент с диагнозом рак правой почки, ПТ-3Б0М1, метастазовый надпочечник легкий, АМДС промежуточный риск, у него один фактор прогноза, это синхронные метастазы, сопутствующая патология, умеренная он на самом деле не принимал никакие на тот момент препараты, и у нас стоит вопрос о назначении ему первой линии лечения. И мы все знаем, что в 2019 году произошла на самом деле революция в лечении метастазовического почечноклеточного рака, и вот в декабре 2019 года уже в Российской Федерации была зарегистрирована комбинация иммунотерапии и таргетной терапии пембролизумаб и оксетиниб. И вот казалось бы, что в 2020 году мы сейчас все будем активно назначать эту комбинацию и давать нашим пациентам шанс получить очень хороший эффект. Эта комбинация, надо сказать, она внесена в клинические рекомендации Ассоциации онкологов России и в группе промежуточного, хорошего прогноза промежуточного и плохого. Это основано на результатах регистрационного исследования КИНО-426, здесь, посмотрите, в общей популяции вне зависимости от различных параметров опухоли, достоверный выигрыш в общей выживаемости 8% при двухлетних данных, которые были доложены на АСКОД 2020 года, и также выживаемость без прогрессирования также на 24 месяцах плюс 11%. Тем не менее, тем не менее, эта данная комбинация не вошла в систему оплаты лекарственной терапии в 2020 году в КСГ. Кроме того, она сочетает в себе определенные организационные сложности, так как это два режима терапии. Пембролизумаб – это внутривенно-капельно вводится в условиях стационара, акстениб – это таблетированный препарат. Кроме того, не совсем понятна преемственность лечения данного пациента, у кого он должен наблюдаться, кто должен оценивать эффект, кто должен контролировать токсичность. Обычно все таблетированные препараты назначают онкоурологи, которые сидят на амбулаторном приеме. Врачи стационара, химиотерапевты, на самом деле, не такой большой опыт имеют использования данного препарата. В то же время пембролизумаб – с ним не работают абсолютно амбулаторные онкоурологи. В общем, очень много вопросов. И я вот здесь таким интегральным знаком вывел, что несмотря на то, что данная комбинация зарегистрирована, мы, по большому счету, имеем как пембролизумаб, так и акситениб по отдельности, но вместе данное лечение в нашем диспансере, у нас довольно большой диспансер, тем не менее, ни один пациент не получил данную комбинацию в 2020 году. И это на сегодняшний день является определенной сложностью, которая, возможно, в 2021 году будет решена. Но вернемся к нашему пациенту. Он все-таки у нас находился пока что еще в 2018 году. Тогда эта комбинация еще была не зарегистрирована, хотя ему был также выбор в пользу комбинации таргетной терапии и иммунотерапии. Это был препарат бивоцезумаб и интерферон-2-альфа. И он получал их с марта 2018 года. У него наблюдалась стабилизация заболевания. Тем не менее, через год, в апреле 2019 года, у него зарегистрировано прогрессирование заболевания. Видите, чуть-чуть подросли у него очаги в легких. И, соответственно, стал вопросом значения второй линии. Клинические биохимические анализы у крови у него были в пределах референсных значений. Таким образом, у него сохраняется прогноз по МДС промежуточный. Ему на тот момент назначена была терапия по запонибам. 800 мг в сутки переносил он ее. Неплохо отмечали столько осложнений первой степени, клинически незначимы. Тем не менее, очень быстро. Мы, конечно же, не ожидали такого, но уже через полгода, в ноябре 2019 года, у него отмечено прогрессирование процесса, рост имеющихся очагов и появление новых очагов. И в качестве третьей линии была ему предложена иммунотерапия Ниволумабом в связи с тем, что ингибиторы Терзинкина в данном случае не показали, сколь значимую эффективность, и поэтому решено было поменять как-то механизм нашего воздействия на данного пациента и назначить Ниволумаб. И при первом же контроле в апреле 2020 года, посмотрите, ну, просто очень бурное прогрессирование, как это расценивать. Все-таки это псевдопрогрессирование или все-таки это истинное прогрессирование? Я думаю, что картинки говорят сами за себя. И здесь хотелось бы запустить интерактивное голосование. Все-таки кто как в данной ситуации был поступил. Пожалуйста, коллеги, голосуйте, продолжите иммунотерапию, смену линии. А для того, чтобы продолжить иммунотерапию, у него ИКОК поменялся? Все-таки для решения псевдо или не псевдо, истинное прогрессирование, все-таки нужен ИКОК? У него появилась небольшая одышка, но и КОК у него, он продолжал работать, и КОК один. Один. То есть, по сути, не поменялось. Все-таки это такой достаточно серьезный фактор, который определяет прогрессирование, это истинное, или это все прогрессирование. Смена линии на ТК, это ингибитор Теразенкинас, и добавить ТК. Продолжить иммунотерапию, смена, и добавить ТК. Интересные данные голосования, на самом деле. Треть проголосовала за продолжение иммунотерапии, то есть расценивают это как псевдопрогрессирование, 22% сменить на ингибитор Теразенкинас. И третий вариант вообще, конечно, очень интересный, это добавить ингибитор Теразенкинас к проводимой иммунотерапии. И это большая часть людей. Да, большая часть людей, 40%, это, наверное, вдохновившись результатами. Это как раз, знаете, вот по поводу того, что вы сказали, трудность, назначение, вот первое, да, иммунотерапия плюс ингибитор Теразенкинас. Я думаю, надо было запустить опрос, потому что как в других центрах. А в других центрах, наверное, нормально, потому что 40%, 41% ответили за комбинацию. Значит, у них есть возможность. И не онкоурологи назначают у них препарат таблетированный, а все-таки клинические онкологи. Да, на самом деле, очень интересные данные голосования. Я несколько удивлен, потому что исследования, конечно, это комбинации иммунотерапии и ТКИ, они были только для первой линии, и назначаются они вместе и сразу здесь добавить. Ну, мы, наверное, выбрали такой вариант. А может, дальше? У меня не листается. Ой, это уже далеко. Тем не менее, мы все-таки решили, что было всего лишь два введения неволумаба. Может быть, это псевдопрогрессирование. И сделали еще четыре введения. Тем не менее, получили дальнейшее прогрессирование заболевания. Посмотрите, у него большие конгломераты бронхопульмональных лимфоузлов с развитием от электаза средней доли правого легкого. Но здесь уже ни у кого не возникало сомнений относительно того псевдоэтилистинное прогрессирование. Конечно же, пациент прогрессирует на иммунотерапии. На самом деле, у него очень короткий ответ как на предыдущую терапию по запонибам, так и на неволумабе. Что же с ним делать? И здесь мы опять сталкиваемся со сложностью, которая как была для рака почки, так на самом деле сохраняется до сегодняшнего дня. Это отсутствие каких-либо биомаркеров для выбора оптимального лечения. Мы имеем на самом деле только клинико-лабораторные параметры. Это шкала Моцера и Хэнга. Более популярна сейчас это шкала Хэнга и МДС. И здесь, посмотрите, это только клинико-лабораторные параметры. Никаких более глубоких, о том, о чем говорили мои коллеги до меня, о молекулярно-генетических особенностях по большому счету нет. Тем не менее, мы имеем какие-то данные. И хотелось бы о них сказать два слова. Мы знаем, что патогенез почечно-клещного рака ассоциирован с двумя путями. Это активация ангиогенеза. И второй – это иммуноопосредованные механизмы, так как рак почки – это очень иммуногенная опухоль. И, конечно, здесь всегда встает вопрос о том, в каком случае мы можем в большей степени воздействовать на звено ангиогенеза, в каком случае на иммунитет. Есть исследование EMOTION-151. Здесь изучалась комбинация тезолизумаба и биоцезумаба против сунитениба. И здесь исследователи проводили интересный подгрупповый анализ. Они всех больных разделили в зависимости от генетических сигнатур на так называемых ангиогенез, с HIGH и LOW, то есть у тех, у которых путь этот активирован в большей или меньшей степени. И посмотрите, комбинация тезолизумаб-биоцезумаба, в общем-то, ее эффективность не зависела от этого. В то время как сунитениб достоверно лучше работал при активации генов, ответственных за ангиогенез. И также была оценка роли иммунного ответа. Изучалась экспрессия генов Т-эффекторных клеток. И здесь, наоборот, тезолизумаб как раз-таки вносил свое дополнительное влияние положительное на этих больных. Кроме того, что мы имеем еще, конечно, мы знаем, что бывают саркоматоидные компоненты в раке почки. Это всегда ассоциировано с плохим прогнозом. Но, опять-таки, возвращаясь к исследованию кино-426, где сравнивалось пемброзумаб с аксистенимом против сунитениба, здесь все-таки комбинация работает намного лучше. У таких больных стоит делать выбор в пользу данной комбинации. Экспрессия PDL для таргетной терапии, опять-таки, это негативный фактор прогноза. В то же время для комбинированной иммунотерапии, неволумаб и пилимумаб, которые тоже на сегодняшний день зарегистрированы при плохом прогнозе при раке почки, это положительный прогнозический и предиктивный фактор. И на сегодняшний день мы имеем рекомендации РУСКО, АОР, которые нам говорят о том, что есть режимы предпочтения, есть альтернативы режима. Они основаны у нас на шкале риска АМДС и на ЭКОК-статусе пациента. Если мы посмотрим нашего пациента, он получал антиангиогенную терапию в анамнезе, ему предпочитается назначение неволумаба и кабазотениба. Неволумаб он уже получил, и что мы назначаем ему? Мы назначаем ему кабазотениб. В четвертой линии с апреля 2020 года начата терапия кабазотенибом. Это тоже ингибитор тирозинкиназ, но только с более широким спектром воздействия на различные тирозинкиназы. 60 мг в сутки. Получили в первый месяц осложнение умеренной степени. В основном это был стоматит, но он через 2 недели уже был купирован. И при оценке в июне 2020 года потрясающий эффект на самом деле. У него ликвидация от электаза средней доли, у него уменьшение всех очагов. И пациент на самом деле, у него исчезла одышка, у него был кашель с такой ржавой мокротой периодически. Это все полностью прошло. Казалось бы, что все очень хорошо, и мы можем продолжать его дальше лечить. Тем не менее, в июне у него развивается ладоноподочный синдром третьей степени. Он потребовал временной отмены препарата. Но что самое печальное, в июле он заболевает коронавирусной пневмонией. Это на самом деле тоже действительно сложность и особенность 2020 года. Мы вынуждены с ней как-то справляться. У него довольно тяжелое было течение. Объем поражения легких 85%. И в результате пациент, пока он поправлялся, это заняло порядка полутора-двух месяцев. На тот момент мы побоялись, даже уже после выписки его из стационара, продолжить ему лечение кабазотенибу. И поэтому у него перерыв в лечении составил два месяца. Но тем не менее, вот как думают коллеги наши, можно ли было ему продолжить все-таки антиангенную терапию на фоне инфекции SARS-CoV-2? Уже после выписки из стационара, после купирования всех острых состояний. Ну, у него, да, у него сохраняются интерсоциальные изменения в легких. Вот как вы думаете, да, можно, нет, надо дожидаться полного купирования всех проявлений этого заболевания. Или можно возобновить при, уже при, когда у нас малосимптомное или бессимптомное течение. Можно запустить голосование? То есть сейчас у него есть еще симптомы? Сейчас у него симптомов нету, но у него по данным КТ, у него было изначально 85%. А, есть достаточные явления. Есть достаточные явления. Отвечайте, здесь уже есть. Да, здесь у нас, в общем-то, есть большинство мнений. Можно продолжать при бесс- и малосимптомном течении инфекции. И, да, действительно, мы, может быть, это знаем только сейчас. Мы в июле месяце еще не были ознакомлены с этими данными, поэтому не продолжили ему лечение. Хотя, у меня опять не переключается. Хотя на АСКО в этом году, в виртуальном, которое проходило, было доложено исследование Теравольт. Его изначально инициировали китайские коллеги, далее присоединились европейские страны, Соединенные Штаты и вообще практически весь мир. Туда было включено порядка 400 пациентов, которые заболели коронавирусом на фоне имеющимся поражения легких, онкологическим именно поражением легких. И они получили такие выводы, что проведение химиотерапии и иммунотерапии на фоне инфекции достоверно ухудшали течение коронавируса. А в то же время, как назначение таргетной терапии антиангиогенной при бессимптомном или малосимптомном течении никак не влияло на выживаемость больных. И поэтому данную терапию мы можем продолжать у пациентов после купирования всех осложнений. Но мы этого не сделали и, к сожалению, получили прогрессирование, опять-таки очень выраженное прогрессирование заболевания, опять возникновение аталектаза, появление новых очагов легких. Посмотрите, у него довольно выраженное поражение. И вот сейчас перед нами опять-таки встает вопрос, еще одно интерактивное голосование. Что же нам делать с ним сейчас? Вот он нам принес такое обследование, возобновить к обозатине прежней дозе, возобновить к обозатине предуцированной дозе, учитывая, что у него были осложнения, поменять на другой ингибитор с резинкина, смену линию на иммунотерапию или, может быть, на комбинацию иммунотерапию и антивиджеф препараты. А кок статус сейчас? На данный момент у него кок статус также один, он также работает, несмотря на такое поражение легких. У него полностью купированы все осложнения коронавируса и предыдущего приема к обозатине. Пациенту сейчас 50 лет, он сохранный абсолютно. Что предпринять, что, как голосуют коллеги? Голосование. О, как. Да, здесь полное разнообразие ответов. Действительно, это сложный случай. Вот, понимаете, 20-й год, он вносит какие-то свои коррективы, и нам нужно как-то с ними работать. Да, здесь, конечно, даже невозможно выделить какой-то... Алия, Инна Владимировна, а вы бы что назначили? Кабазотинип или что-то другое? Или на иммунотерапию бы перевели, или на комбинированную, например? Я думаю, что, наверное, бы о комбинированной иммунотерапии я не задумывалась, да, потому что... Ну что вы не думаете? Я думаю, что вы, честно, я бы рассмотрела вопрос какого-нибудь другого теразинкиназного ингибитора, потому что... Какого другого, какого? Сразу ответ, какого? Так, Марк Игоревич, получается, у него... Позапани был. Позапани был. У него не было ингибиторов МТОР. И Виролимус. Интересно. Наталья Петровна. У него было такое проявление кожной токсичности, да, и у него пневмониты так, да, на МТОР-ингибиторе. Я бы, может быть, побоялась бы, да. Хорошая, кстати, хорошая заключительная. В иммунотерапии бы тоже эффекта не было, да, вот как-то вот... А эффекта не было в монотерапии, а может быть бы в поле-то и не в лумаб, с лимумабом, он в промежуточной группе прогнозов был. Нет, я бы, кажется, анти-ВГФ с иммунотерапией, может быть, задумывалась, он там... То есть от изолезума взбиваться изолома? Ну, просмотреть, ух, действительно, и КОК-1, да. Ага, хорошо, спасибо. Ну, вот все-таки наша логика принятия решений была в том, что на Кабзотенибе у него был отличный ответ. Все-таки мы видели этот шикарный частичный регресс. Да, у него потом развилась токсичность, и мы возобновили ему Кабзотениб в редуцированной дозе. Посмотрим, что мы получим. Может быть, поделимся этими результатами в будущем. Спасибо за внимание. Продолжение следует...